В одной из книг по самообороне приведен любопытнейший диалог. У профессионала у копашного боя спросили, вот все ваши навыки, приемы, это очень хорошо, но что вы будете делать, когда вас будут целиться из снайперской винтовки? Человек ответил, ничего, я просто никогда не окажусь там, где у меня будут целиться из снайперской винтовки. В этом разговоре квинтэссенция основной идеи гражданской самообороны. Нужно остерегаться мест, в которых вам может угрожать опасность. Как определить такие опасные места и что делать в случае неожиданного нападения, об этом мы сегодня поговорим с экспертом по самообороне Сергеем Волобоевым. Сергей, приветствую. Привет. Сереж, можно как-то разделить места в городе по степени опасности? То есть я понимаю, что дома я по идее в безопасности нахожусь, а вот все остальные, все остальные места. Да, можно разделить и в принципе несложно научиться разделять места по степени опасности. Есть так называемая зеленая зона, в которой обычно безопасно. Есть желтая зона, в которой надо быть просто внимательным. Есть красная зона, это те места, в которых с большой долей вероятности можно подвергнуться нападению. Ну, то есть там вообще лучше не появляться. В зеленой зоне относятся твоя квартира, скорее всего офис, детская площадка, когда на ней гуляют мама с детьми. Согласен. Хорошо, желтая зона, что это? Желтая зона – это места повышенной опасности, такие как подъезд, темная подворотня, безлюдная парковка, парк. То есть здесь нужно быть особенно осторожным, но получается, что красная зона – это те же самые места, по сути? Да, это по сути те же места, но при других обстоятельствах. В темное время суток, при наличии там подозрительных людей. Таким образом, когда мы разделяем город на такие зоны, мы уже знаем, в каких местах можно чувствовать себя спокойно, а каких лучше вообще избегать. Кроме того, необходимо оценивать всех встречных людей по нескольким критериям. По месту, времени и обстоятельствам встречи. Трое здоровых парней в боулинге и трое здоровых парней в пустынном закоулке – это очень разные парни. По внешнему виду – поношенная и грязная или новая и чистая одежда, обувь, их примерная стоимость, какие предметы в руках, насколько ухоженные или неухоженные лицо и руки. По поведению – как ведет себя, как держит руки, скрывает ли лицо, прячет ли глаза, как двигается. Самое непредсказуемое место – это вот такие парки, где днем уютно и хорошо, а вечером, может быть, довольно опасно. Есть какие-то доступные обычному человеку, неподготовленному приемы, которые позволят уйти при нападении? Да, есть. Ну, классическая история, да, ты идешь по парку, тебя хватают вот так за руку и говорят, мол, отдай все деньги, там, кошелек и так далее. Сразу становимся устойчивее, атакуем одно из заинтересованных мест – глаза, горло или пах, освобождаемся в сторону большого пальца и убегаем. Все, и да, и доступно. Преступник с носом, а почему нельзя сразу вывернуться и убежать? Здесь ситуация такая, что человек может быть гораздо сильнее, у нас просто не хватит сил сразу вывернуться. А, то есть это как бы удары для дезориентирования и ослабления противника. Второй самораспространенный вариант – это когда нападают сзади. Ну, преступнику это удобно, да, понятно? Да, то есть вот ты идешь по парку, и я так, как бы, раз, ты за шею схватил твои действия. Это было быстро и круто. А можно я тоже так попробую? На самом деле все довольно просто. Вот смотри, тебя схватили. Первое, что ты делаешь, зашагиваешь за него. Вот так. Да, наносишь один или два удара рукой в пах. Вот этой рукой, да? Вот этой рукой, вот так вот, да. После чего ты сбрасываешь захват, но перед этим можно немножко мою руку прихватить, чтобы дать тебе больше пространства. Вот так. Этой рукой сзади сбрасываешь. Вот так. Ага. Так, понятно, хорошо. Но если не удалось все-таки уйти от прямого противостояния, удалось сбежать. Бьют в лицо. Если тебя бьют кулаком в лицо, здесь самое простое, что можно сделать, это просто поставить две руки. Давай, попробуй. Ну-ка, вот. Ну-ка, я теоретически могу при определенной силе пробить такой бух. Да, но все равно это лучше, чем в открытое лицо. Плюс еще недостаток в том, что две руки задействованы против удара одной рукой. Поэтому лучше защититься одной рукой. Вот смотри. Ну-ка. Пей. Вот таким образом. Довольно больно, кстати. То есть я поставлю одну руку под твою руку. И здесь у меня есть возможность сразу ответить из какой-нибудь комбинации тебе и убежать. Ага. Если во время нападения вы упали на землю, то необходимо максимально быстро перевернуться на спину, сгруппироваться и развернуться ногами в сторону противника. Таким образом у вас появится возможность не подпустить противника близко и не пропустить еще один удар. Это все были ситуации, когда ни у жертвы, ни у нападающего в руках ничего не было. Кулачный бой. А подручные средства самообороны, насколько они эффективны? Они эффективны и они значительно увеличивают шансы. И любой предмет практически, он может быть использован как подручное средство. Но, например, я не знаю, вот ты идешь по улице или через парк, в руках сумка с какими-то твоими вещами. Она же будет просто мешаться в руках при обороне. Она может мешаться. И если там ничего ценного, ну, например, шел с рынка, купил килограмм понедор, то, конечно, ее лучше выбросить. Но если у тебя там твой ноутбук, документы, ключ от квартиры, конечно, ты не будешь ее выбрасывать. И что тогда? Ее можно использовать в качестве защиты. То есть, например, ты бьешь меня кулаком в лицо, а я защищаю тебя. Ясно. И можно наносить ей удары. Тычковые удары. Удары на отрасль. Отлично. Ну, то есть там дальше уже будет зависеть от того, что там внутри находится. И чем ты попадешь по нападающему. В любом случае это отвлечет. Хорошо. А какие-то еще предметы, которые могут оказаться в руках, например, что? Например, о, зонтик. Им тоже можно обороняться? Конечно. Зонтик – это, в принципе, маленькая дубинка. Конечно, не очень прочная. Но несколько ударов по лицу он вполне выдержит. И можно использовать, наносить тычковые удары в лицо. Довольно болезненные. Легко. Да, это довольно жесткие удары. Понятно. Хорошо. Но это все крупные предметы. А что-то, что в карманах находится, можно как-то использовать? Да, можно использовать то, что у тебя в карманах. А, ну-ка. Что? А, вот у меня мелочь есть немножко. Горст мелочи. Таким образом может помочь. Мелочь можно, например, кинуть в лицо нападающим, чтобы отвлечь. Ну, и плюс, если сильные кинули, при попадании в глаз монеты, конечно, может тоже причинить боль. Ну, то есть берем и кидаем. Вау. Как минимум это отвлечет. Хорошо. А что еще? Вот есть мобильный телефон. Отличное. Походящее оружие. Конечно. Во-первых, по мобильному телефону можно вызвать полицию. А во-вторых, если не успели, им можно наносить удары. Берем его следующим образом и наносим удары, например, в переносицу. Вот таким образом. Вот таким образом. В принципе, даже можно с двух. Должно быть довольно неприятно, особенно если телефон увесистый и крепкий, не разобьется с первого раза. Даже пластмассовый телефон все равно способен причинить боль. Если при нападении у вас при себе не оказалось никаких средств самообороны, а в кармане есть только ручка и зажигалка, то можно использовать и их. Любой мелкий предмет, зажатый в руке, правильно формирует кулак и делает удар более жестким. Хорошо, если что-то оказалось в руках или в карманах, да, чем можно воспользоваться для обороны. Если вы выкинули сумку или ничего с собой не было, эффективно использовать то, что под ногами валяется в парке, например. Конечно, в парке можно наносить много предметов, которые могут помочь обороняться. Например, камень какой-нибудь, булыжник. Я так понимаю, по аналогии с мелочью, можно, например, горстью земли, песка или гравия бросить в лицо. Да, это тоже может помочь. То есть это тоже отвлекает противника или, а вот, например, увесистая какая палка. Подходящее оружие для самообороны? Очень подходящее. Палка, чем хороша, что она удлиняет дистанцию между тобой и нападающими. Тем более, если их несколько. Палкой можно бить. Так. Палкой можно наносить тычковые удары. Или просто держать на расстоянии своих противников, а потом бросить и убежать. Поэтому длина палки здесь тоже, в общем, важна. Хорошо. Это понятно. Как отбиваться от безоружного нападающего мы разобрались. Значительно хуже ситуация, когда у нападающего в руках нож. Это действительно крайне опасная ситуация. И желательно избежать этой ситуации. То есть, если мы видим появление ножа, лучше убежать сразу. Или как раз взять какой-то предмет, удлиняющий дистанцию. Это может быть палка как раз. Ну да, но тем не менее. Когда тебе приставляют горлу нож, вот что здесь делать? Какую ситуацию? Ситуация опасна, поэтому мы в этой ситуации не строим из себя героя. Если человек приставил нож в горло, скорее всего, он не хочет убивать. Он хочет деньги, мобильный. Он хочет чего-то добиться. И вот лучше отдать деньги мобильный, потому что ни один мобильный не стоит твоей жизни. Согласен. Но если почему-то мы не хотим отдавать мобильный, у нас много денег. Или не можем мы что-то отдать, что от нас требует. Нож у горла. Можно как-то уйти из этой истории? В этой ситуации мы должны отвести нож от горла. Резким движением руки отвели. Тут же наносим несколько ударов в лицо. Можно кулаком, можно пальцами в глаза. Так, чтобы отвлечь. И толкая, убегаем. Ага. Понятно. Самое простое действие. Вроде выглядит просто, но я думаю, что тренировка не помешает. Конечно. По большому счету. Другая ситуация, когда тебе не угрожают ножом, а уже наносят удары. Как отбиваться? Эта ситуация еще более опасна. И здесь, конечно, не помешает хоть какая-то небольшая подготовка. Но можно сделать примерно следующее. Так, наношу удар. Воу. Так, хорошо. А теперь медленно попробуем это сделать, чтобы я и зритель не понял. Значит, смотри, что произошло. Я отбиваю рукой твою руку. Таким образом. Зачищается этот удар. Хватаю тебя за локоть или за одежду на локоть. И завожу руку тебе за смысл следующим образом. После чего обязательно наношу какие-то удары. Это может быть удар. В затылок, толкаю и убегаю. И деру. Понятно. Если в процессе драки вам удалось нанести противнику серьезный удар, после которого он потерял сознание, то, несмотря на сильное желание бежать, сначала нужно вызвать скорую и полицию. Мне кажется, Сереж, часто всех этих драк, ударов и блоков можно запросто избежать. Правда ведь? Действительно, очень часто люди сами виноваты в том, что с ними произошло. Они просто напротивальчески относятся к собственной безопасности. И люди сами игнорируют все возможные правила безопасности, пытаются срезать путь домой через какие-то задворки, какие-то гаражи и подворотни. Они не обращают внимания на подозрительных людей, на которых надо бы обратить внимание. Но и попадают в такие ситуации. Спасибо большое, Сереж, за советы и интересный рассказ. Счастливо. Счастливо. Если вы все-таки сглупили и попали в такую неприятную ситуацию, подверглись неожиданному нападению, сохраните самообладание и до последнего момента схватки с противником верьте в свои силы. Даже если вам кажется, что ситуация абсолютно безнадежная, помните, что безвыходных положений при обороне не существует. Всегда можно найти уязвимое место у противника и одержать победу. Помните, ваша безопасность начинается в вашей голове. Субтитры создавал DimaTorzok